33 ДТП с участием детей, двое из которых погибли. Инспекторы ГИБДД подвели итоги печальной статистики за сентябрь. Всплеск дорожных происшествий с несовершеннолетними традиционно приходится на начало учебного года. Чему стоит научить школьников и насколько они восприимчивы к советам взрослых, выясняла Ольга Качкурова. Переходить только в зоне действия дорожных знаков, пешеходный переход, либо там, где изображена зебра. На дороге безопасно только в границах пешеходного перехода. Это главное, чему стоит научить своего ребенка, говорят инспекторы ГИБДД. За сентябрь в Омске уже случилось 33 ДТП с участием детей. И только в четырех случаях виноватыми признаны несовершеннолетние. Но в реальности большинство сбитых автомобилистами школьников переходили дорогу в двух шагах от зебры. Это и другие правила безопасности не только на дорогах, но и просто на улице. Со школьниками обсуждают инспекторы ГИБДД и сотрудники полиции на специальных уроках. После занятий мы попросили четвероклассника Александра Конарева поучаствовать в нашем эксперименте. Сам Александр итогами эксперимента оказался доволен. На проезжую часть не выходил, дорогу перешел на зеленый и за край зебры не заступал. Обычно можно по дворам идти, а можно тут. Я обычно хожу туда, где нет транспорта. Когда вот загорается красный человечек, нельзя идти. А когда зеленый человечек, можно идти. И надо посмотреть вправо-лево, если машина не остановилась, тогда надо подождать, пока она проедет. Обратно в школу Саша возвращается в сопровождении полицейских. Перед прощанием подвели итоги. Как оказалось, Саша хорошо усвоил правила безопасности на проезжей части, но забыл об осторожности, подходя к дому. Во дворовой территории очень много припаркованного автотранспорта. И выйдя даже из подъезда, можно попасть в дорожно-транспортное происшествие. Необходимо помнить, что припаркованные автомобили могут внезапно начать движение. Нашему герою я бы порекомендовала, чтобы когда выходя из школы, он обязательно позвонил родителям и сообщил, что он идет домой. И подойдя к дому, уже заходя в подъезд, нужно обязательно посмотреть, нет ли за тобой посторонних граждан, которые вызывают у тебя недоверие. По статистике, ходить в школу самостоятельно дети начинают примерно в 10 лет. Однако психологи советуют, внимательно присмотритесь к ребенку. Не каждый ученик матчей школы достаточно ответственный для таких прогулок. И в любом случае, перед тем, как отпустить ребенка одного, взрослым стоит продумать самый безопасный маршрут. Даже если он и не будет самым коротким. Ольга Качкрова и Максим Мартынов. Новости здесь, Омск.